итак погуляв возле моря мы отправились другое место не менее красивая парк называется как он называется аполлония вот эта древняя крепость пережившая много всего об этом вы можете почитать где-нибудь в википедии а мы пойдем погуляем здесь здесь шикарные виды очень интересные места и я переворачиваю кадры камеру и начинаю вам показывать вот такое вот такой ров когда-то он служил защитным рвом чтобы враги не прорвались в крепость сзади я думаю именно скобки той крепости вот так это смотрится все этому месту тысячи лет там впереди я вижу смотровая площадка туда мы тоже дойдем хорошо что я взял фотоаппарат с него я полетаю обязательно ось них будет хорошо что я взял фотоаппарат с него я полетаю обязательно заговорился с ними обязательно пофотографирую все цветет вот здесь красиво реально красиво сейчас мы с этой смотровой площадке сделаем несколько кадров мэрина цовитая опять убежала куда-то мэрина цовитая опять убежала куда-то люди отдыхают в тени вдалеке виднеются яхты и здесь очень много вот такой вид открывается здесь очень красиво внизу вот такие археологические раскопки ведутся или велись я даже не знаю раскопали это до конца или нет а впереди море в принципе эти раскопки меня не так волнуют как эта красота морская мариночка иди подержи его я сделаю несколько кадров на пойду сниму пару кадров отойди мы продолжаем наш путь что хорошо все здесь информативно есть таблички как на иврите так и на английском можно почитать но я не буду сейчас углубляться в это потому что это все можно почитать с можно узнать намного лучше чем я это преподнесу вам в любом источнике посмотрите спуск такой видишь марин спустимся здесь вот такой ответственный спуск есть лестницы главное не улететь люди активно фотографируют здесь есть очень много красивых . вот они растут вот не они мамина хочет посидеть на древней лавочке иди посиди Итак, Марина сидит на древней лавочке, если Виталь сядет, то они упадут. Пошли. Здесь опять какие-то раскопки, артефакты. Вот такие. Это, наверное, был древний туалет. Или душ. И много-много-много цветочков вот таких. Цветов здесь нереально много. И они все такие цветные, красивые. И вот так вот потихонечку мы спускаемся в направлении к морю. Замечательное место. Жалко, что с дроном здесь летать нельзя. Мы уже здесь попытались как-то, но у нас ничего не получилось. Получили сообщение, что вы не сможете его поднять. И высота, на которую вы можете взлететь, 0 метров. Цвета красивые. Да. Очень красиво. Вот там вдалеке виднеется Герцлия. А мечеть видно? Мечеть не видно. Мечеть за горами. Ну, действительно, здесь гулять очень приятно. Слушай, обалдеть, а? На, подержать, сделай пару кадров. Дима. Оп. Да, ботиня. Привет. Ну, что, кстати, немножко спорту не помешает? Милина говорит, что не помешает заняться спортом. и пусть она останется при своем мнении я в душе спортсмен до витал здесь мы видим какой-то колодец все в него заглядывают и мы посмотрим это надо бить бассейн сказала виталь она уже была чемпионка по дзюдо чемпионка игры на гитаре чемпионка 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 сейчас виталь чемпионка по плаванию она молодец уже два года на чемпионка по плаванию никто ее переплыть не может какие колосья красивые это зелень конечно что-то нереально красивое а слева вот такой вот вид открывается это действительно стоило того чтобы послушать марину сегодня и поехать сюда вот видите эту скалу марина ради нашего канала и контента ты должна там посидеть ради бога нет лучше мы этого делать не будем а марина типа с другой стороны решила посидеть ради контента она все сделает конечно здесь тоже какой-то колодец сейчас мы заглянем вовнутрь да вот такой колодец не знаю его цель зачем он был тела но он есть здесь вот такая вот красота посмотрите внизу вот такое побережье дети как-то забрались вниз такие вот елочки написано что в этих местах римляне захватили проход с моря и отсюда они плыли в хайфу и ваку в этой истории немножко узнали вот такой вот здесь обрыв посмотри марин очень красивый вид все цветет зачем давай на эту тропинку пойдем а это в принципе вот это сама крепость раскопки этой крепости очень здорово что сюда можно спуститься и посмотреть на это со стороны мне очень плохо видно с видоискателя в принципе снимаю практически вслепую но что-то так все-таки я надеюсь удастся вам показать видите а я по традиции сделаю несколько кадров вот марина встала в камнях я витал рядом с ней вот такая звезда на выезде главное не улететь назад да марина в тенечке сейчас змейка какая-нибудь выползет укусит ее на самом деле не так жарко вообще хорошо да 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 сколько нет сейчас уже выше чуть-чуть но в принципе не так катастрофично вот эта крепость отсюда выглядит так много желтых цветов его такая бухта выход в море я смотрю там люди гуляют да и бабочки летают вау да ворота в море я вижу ворота в море да вид действительно впечатляющий вот такие ворота в море сейчас я спущусь туда очень хочется это сделать потому что действительно впечатляют такие ворота через них видно море низ ходить нельзя лайка красиво марин вот так она выглядит действительно очень круто а сейчас мы поднимемся на смотровую площадку и надеюсь оттуда будет сумасшедший вид вот такой вот вид до сумасшедший раз мы поднимаемся на самый верх по-моему это самая верхняя точка полно людей смотрите вот такой вот там внизу рыбак ловит рыбу для того чтобы впечатление было более реалистичным я вот снял для вас две такие картонные скульптурки чтобы было понятно как это было в те времена вот такие вот два дядочки стоят рыцаря вот и показывают на море там вдалеке виднеются старые орудия оружие или как они называются метатели для камней которые кидали эти камни в крепость видно и вот они каким-то чудом уцелели или их восстановили но они здесь сейчас мы подойдем поближе и посмотрим вот мы подошли к этим летательным агрегатом аппаратом я не знаю даже как это все назвать но выглядят они старинными давали вот такие они все это типа арбалета такого балистры капулета вот это вот металлокамни это точно видно это тоже что-то непонятное а вот это вот сбоку это пробивать ворота такая штука даже баранья голова сделана такая вот такими штуками их подвозили к воротам крепостей и взламывали ворота и взламывали вернее эти ворота да а эта херня раскачивалась и била говорит марина ну я не знаю что она делала на самом деле или камни пускала или еще что-то на всяком случае что-то делала это оружие вот отсюда эта крепость выглядит так здесь классно выходит так что мы эту крепость обошли вокруг и с другой стороны она смотрится именно вот так вот и все это очень связано с морем и это добавляет красоты и таких вот незабываемых впечатлений принципе это место обнаружила марина и некоторое время она меня подбивала на эту поездку я все отбрыкивался потому что я люблю с дроном полетать и пофотографировать и все а тут с дроном как бы не полетаешь вот и в прошлую субботу мы приехали сюда мне было жалко времени я сказал поехали дальше но с дроном невозможно было полетать а сегодня все таки на обратном пути мы решили свернуть и я совершенно удивлен этой красотой вот посмотрите вниз это действительно очень красиво итак сегодня мы закончили наше путешествие она была очень насыщенным интересным благодаря марине мы попали вот в это место парк аполлония всем советую кто не был еще приехать посмотреть а мы поехали домой обрабатывать то что сделали отдыхать и собираться сил на новую неделю те кто не подписан на наш канал обязательно подписывайтесь я всем очень рад там есть такой колокольчик и баннер подписаться вот нажимайте на это и вы всегда будете в курсе наших событий всем пока всем очень был рад до новых встреч